Всем привет, друзья! С вами Альтер, вы находитесь на канале Chagger Out, а это реакция на сериал Escort, девятая серия. В принципе, неплохой сериал, просто ему не хватает чуть-чуть динамики, не хватает каких-то более откровенных сцен. Ну, все-таки Escort. Вот, нам показывают немножко другой Escort, ну, то есть, другую сторону Escort. Вот, но можно было бы, как мне кажется, добавить сцены, как вот в первом сезоне Шекера было, какие-то последствия употребления запрещенных веществ. Тут тоже можно было бы как-нибудь сыграть с этим. Не знаю, что-то не сделали, возможно, будет. Ну, хотелось бы, хотелось бы, если будет второй сезон, чтобы он был, ну, куда серьезней, интересней, динамичней. Вот, такие дела. Ладно, давайте смотреть девятую серию. Всем привет. Меня зовут Зарина. И Сара мне начинает. Ну, Зарина начинает нравится. Специально для вас мы решили разыграть эксклюзивные боксы с очень интересным содержанием. Условия конкурса просты. Вам нужно подписаться на наш канал, поставить лайк серии и оставить комментарий. Количество комментариев не ограничено. Чем больше комментариев, тем больше шансов выиграть. Желаю удачи. Меня зовут Эмар, и мне 11 лет. Берите этого, попрошай. Родители твои где? Умерли они! И мама, и папа! Новый сериал, знакомая квартира. Ну, пусть им мент. Почему вы таким, как вы, детей дают? Ему, блядь, 11 лет, шакалы, блядь. Мне похрен, где у тебя там, братан, работает? Так, интересно, наверное, Рустама Амарова посмотреть в роли... В роли мента. Чё за мут непонятно пока. Как называется будет жизнь, получается? Это что? Быт? Ну, как у нас Гумер? У них вас Гумер. Гумер. Так. Доброе утро. Добрее некуда. У меня к вам две новости. Одна хорошая, вторая не очень. Хорошая. Утар Кайсаровича распорядился, чтобы я решил ваш вопрос 25 миллионов. Правда? Ты привез деньги? А плохая. Его счета заморожены. Я смогу их снять только после вынесения приговора. Я не могу ждать. Деньги мне нужны до понедельника. Кана, хотя бы 5 миллионов. К сожалению, сейчас ничем не могу помочь. Кана. Сколько будет эти следствия? Я не уверен. Обычно это длится несколько месяцев. Сволочь. Даже тут ничего не смог сделать. От себя я хотел бы добавить, что Мухтар Кайсарович любит вас. Вижу, как он любит. Что-то... Ну, вообще попутала девочка. Но сына он любит больше. Блядь, тебя только еще не хватало. Да. Ну как? Где мои денежки? Я найду 5 миллионов до понедельника. Почему 5? Разговор шел... 25. Ты сказала 5 миллионов до понедельника, а остальные 20, чтобы выкупить свободу. Все верно. До понедельника. Если до понедельника ты не найдешь мне все деньги, то я отменю свое решение. И ты будешь работать на меня в ближайшие 5 лет. А потом посмотрим. Я тебе найду 25 лямов за 3 дня. Не мои проблемы. Ты сама ночевай этот разговор. А если откажешься, то одно очень интересное видео с твоим участием станет состоянием твоему семейного чата. Калима, за что? Чтобы ты знала свое место. Ты проявила неуважение ко мне. И это твоя плата. А что, нельзя взять кредит какой-нибудь? Сука! О, господи! Какая же сука ты! Ой, блядь! Калима! Ой, так я ненавижу тварь! Тебе, не мне, не мне, не тебе. Вести. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу поставить 500 тысяч. Какой у вас логин? Что такое логин? Девушка, вам надо зарегистрироваться. Окей, спасибо. Зарегистрируйте меня. Мы не регистрируем. А как это сделать? Я могу помочь. И со ставкой тоже. Только за 10%. Кеш, посмотри. Сейчас. Кеша, че там? Алло, Кеш? В общем, тут такое дело. Я, это... Уже видел, да. Все видели. Ох, черт. Они, че, все эти выложили, сволочи? А ты, че, у нас ставка зарабатываешь? Я тебя не доцениваю. Нет. Я просто решила попробовать. Слушай, это сможешь меня отсюда забрать? Да, хорошо. Пиши. Давай. Вот козлина царапину оставил. Ты его видел вообще? Ты, че, ему глаза выцарукал? Нет, не видел. Хорошо я его? Ну, нормально. Кеша, а это что? Я тут подумал, тебе деньги нужны, иначе ты бы не стал оставить. Ну, Кеша, на самом деле... Нет, возьми. Я, по идее, на альбом копил, но пока обойдусь. Сколько ты накопил? 50 тысяч? Пятьсот. Пятьсот тысяч? Тысяч. Как? Ну? Кеш, оставь себе, ладно? Тебе они пригодятся. Я как-нибудь сама. Нет, сэр. Ты всегда все сама. Тащишь на себя родителей, меня. Я вот хоть как-то чуть-чуть помню. Короче, мозги не пари, бери. Кеш, для меня очень нужна твоя поддержка. Спасибо. Ну, что, звезда, рассказывай. Нахрен ты туда полезла? Я думала, Мухтар решит все твои проблемы. Не решит. Он сейчас под следствием ожидает суда. Что? Почему? Где Диль? Он взял на себя вину за смерть Эйнура, чтобы покрыть своего сынка. Я с тобой собьюсь. Это пиздец просто. У этих жириков все не в порядке головы. Ты мне это будешь говорить. И я не знаю, что делать. Я думала, у тебя вот-вот все наладится. А к жене-то зачем его пошла? Я думала, беду их зайцев сразу. И ей от мужа избавиться, чтобы он ко мне не лез. И я от Колемы бы откупилась. Ну, так не работает. А она тебя сразу просекла. А вот ты мне говоришь, давай на Мальдивы. А зачем? Вот у меня все гораздо интереснее, чем на Мальдивах. Слушай, прежде чем ты мне расскажешь свою гениальную идею, хочу тебе напомнить, что ты же сегодня уже сказала мне свою одну хорошую идею. Послушай, если Мухтар отвечает за дела своего сына, то пусть сын ответит за его дела. Я заставлю сынка заплатить мне все. В том числе за свободу. Жизнь тебя совсем ничему не мучает? А что мне делать? Му, скажи мне. Я в безвыходной ситуации. Я... По крайней мере, ты еще дышишь. Напались сюда, хрен знает, что с тобой будет. Я знаю. Он трус, он ничего не сделает. Я все решила. Трус трусом Айнуру завалил. Хоть раз в жизни послушай меня. Ну, не факт, что это он. Спасибо за совет. Вроде как. Который тебя никогда не слушаешь. Я все слушаю. Я просто поступаю по-своему. Всегда так. Вообще многие так делают. Так и живем. За что мне такое наказание? Какой посох. Мам, есть ли ты про видео? Да, Айсара. Я про видео. Вот где ты, оказывается, деньги отцу берешь. Горбан, я тебя хорошо воспитала. А ты мне все это время врала. Выслушай, не брала. Все это время врала. Я совершила ошибку. Оказалось там случайно. Теперь я дома. Все хорошо. Не верь. Ты пошла по стопам отца. Мам, послушай. Неужели ты не знаешь, куда его привели эти азартные игры? Ты тоже хочешь так закончить? Мам, ну перестань, ну пожалуйста. Я один раз ошиблась. Послушай, у тебя дурные гены. Большой город на тебя плохо влияет. Собирайся и возвращайся домой. И брата своего бездатного. Значит, ты все-таки решила ехать. Она мне постоянно врет. Это ты во всем виноват. Довел детей. Дочь ставки начала ставить. Сын общаться с нами не хочет. Ты во всем виноват. Да, я виноват. Прости. И ничего не делает. Такси. Такси приехал. Может, все-таки я с тобой поеду? Куда ты одна? Не надо. Еще больше детей разозлишь. Ну, вот самое интересное. Ты чего такой напряженный? Почему так поздно? Владел мой, как он. Кстати, а ты чего на работу не выходишь? Уже второй день, как я. Я же, я отпрашивалась помочь тебе делал, помнишь? Так ведь все закончиваешь. Ну, да. Мне кажется, можешь уходить уже. Уже вроде в банке работал. Конечно, все хорошо. Да. Да, мы этот... Сегодня телеграммой Нуры зашли. Переписки посмотрели. Там всего пара сообщений от тебя и все. Ну, да. Мы в тот день виделись, поэтому мы особо не переписывались. Ну, я так и понял. А ты чего в коридоре сидишь? Уходишь куда-то? Да. Помнишь, я тебе говорила о Дане? У нее проблемы появились. Срочно нужно ехать к ней. Что там? Все нормально? Все нормально. Не переживай. Помочь ей? Нет. Давай я отвезу его. Не переживай. Я поеду сама. Если что, позвоню, ты меня заберешь. Все, хорошо. Зачем ты можешь помочь мне? А тем, что не расскажу о деле, что ты убила Нуры. Ты ведь видел, что он может добиться, да? У тебя нет доказательств. Попробуй меня позлить и увидишь. Ты же обычная претендутка. Ты отдаешься за ним. Какого хрена с тобой все так сложно? Ты не боишься, что твой дружок кинет тебя, когда узнает, чем ты занимаешься? Если ты мне сегодня не заплатишь, мне уже нечего будет терять. А что он скажет, если узнает, что на тот вызов должна была приехать ты? Что, если бы ты не трахалась с моим отцом, его сестра была бы жива, а твой конченый труп валялся где-нибудь за городом? Закрой свой рот. Я сделала все, чтобы защитить свою семью. Такой, как ты только и можешь, что сидеть на шее у родителей и корчить из себя крутого. короче, мне нужно 25 лявов. Я исчезну из вашей жизни навсегда. Для такого мудака это не должно быть проблемой. и все это из-за этой херни. Даже сейчас я могу тебя купить. Ладно, убери свой ножичек. Деньги хранятся в сейфе. В том самом доме. Я прямо сейчас тебе их отдам и пиздуй на все четыре стороны. Если ты меня обманываешь... То мы поменяемся местами с отцом. Я тебя услышал. Пошли. Жесть, просто прикиньте, вот такую информацию сразу всю услышать. Ау, блядь. Как посмотреть следующую серию? Подожди, не ори. Охренеть. Просто. Вот это диалог. Вот ради этой сцены можно было просмотреть все, что было до этого. Все, что было до этого. Вообще просто. Я сидел и думал, господи, боже мой, когда все это закончится вообще. Каждую серию одно и то же. Одно и то же. Ну, давайте обсудим. Что у нас имеется? Денег не будет. Почему? Потому что счета заморожены. Печаль, беда. Надо искать бабки, потому что Калимана званивает и хочет. Ждет, ждет, ждет. И надо что-то решать, что-то придумывать. Все-таки, ну, замечается, как будто бы не доигрывает. Не то, чтобы не хочу не обидеть никого тут из актеров, но как будто. Что за... Когда сайт, она типа... Это кто это? Она себя размещала или что? Я вот этого момента чуть не понял. Так, ладно. Где достать деньги? Поставить ставку. Очень разумно. Очень. Еще и подраться в ломбарде тоже. Очень разумно. Круто. Натворила делов, как будто, я не знаю, прибухнула перед этим. Вот. Заговор с братишкой. Ну, короче, не знаю. Как-то вот вся серия, ну, то есть, не вся, больше половины, прям что-то как-то вообще так вяло-вяло все тянулось. Уже хочется вот прям, чтобы прям движ-движ Париж был такой. И опять звонок мамы. И она опять расстроена. И, ладно, ну, поворот то, что она в итоге собирается к ним туда ехать. Но мне кажется, она приедет как раз к всему самому веселому. Когда там... А, финальная серия. Вот. Вот. Короче, узнает, что интереснее будет, фиг знает. муж, конечно, пипец. Адиль, вот, вообще, разговор с Адильем очень крутой. Прямо вот, как он зашел, он же уже все примерно знает, кого. Ведут они там расследование, наверное, с тем ментом. ну, короче, напряженный. Как бы, и мы-то знаем, то, что она врет уже, но все уже. Еще как-то пытается отвернуться, ну, вернуться. Но вот этот разговор на лавке, это прям лучшее вообще, что было в этой серии. и то, что все это слышал он, и с ума сойти, просто с ума сойти, как, ну, это вот, все это услышать. жесть. И причем, он оставался спокойным. Ну, так, скулами шевелил. Ни слез, ничего, да? Или глаза слезились. Камон, что я туда копаюсь вообще? Короче, десятую серию жду прям вау, вот это, да, ничего себе. Сможет ли она вообще как-то отмазаться, убежать от всех этих проблем, переехать в какой-нибудь другой город? Что вообще будет в десятой серии? Поймают ли ее? Ну, да. Получит ли она вообще эти деньги? Мне кажется, там тоже разводил его будет. Увидим через неделю. Как вам? Пишите комментарии, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok